Ваши дети опять разбросали карандаши и фломастеры. Покажем, как из обычной баночки и вот такой губки для мытья посуды сделать крутые подставки в осеннем стиле. Доверяем такое ответственное дело настоящему профессионалу. Возьмем обычную баночку, акриловую краску ярких цветов, маркеры и кисточку. Для того, чтобы сделать такую банку, мы берем акриловую краску, ну, возьмем такую зеленую, наливаем ее в банку на донышко. И прокручиваем вот таким образом, чтобы заполнить все стенки. Затем мы закрываем баночку нашу крышкой и переворачиваем, чтобы оставшаяся краска стекла вниз. Давайте попробуем сделать еще один цвет. Наливаем. Если краска слишком густая, то можно ее разбавить водой. Ждем две минутки и рисуем черным маркером смешные мордочки. Ребятишки тоже могут участвовать. С одной стороны можно нарисовать грустную мордочку, с другой веселую. Маркеры лучше берем черный, спиртовой. Вот так он быстрее засыхает и крепче держится. Оставляем согнуть нашу баночку на час. Здесь у нас уже готовые баночки. Так, сюда можно положить ламастеры. Еще один вариант подставки под кисти и карандаши – вазочка в осеннем стиле. Для этого нам понадобятся листья, клей-карандаш, ваза, либо баночка, акриловая краска ярких цветов и губка для нанесения краски. Намазываем наш лист с лицевой стороны, клеем. Теперь берем нашу вазочку и приклеиваем листочек. Берем губку. Губка может быть любой, даже посудной. Такие стаканчики можно легко и просто сделать с детьми. Здесь не требует особо усилий и каких-то навыков и знаний. С листиками лучше быть аккуратными, чтобы не порвать их. Теперь мы наши листики убираем и оставляем нашу вазу сохнуть на час. После того, как наша ваза подсохла, мы убираем лишний клей влажной салфеткой. Наша ваза в осеннем стиле готова. Теперь все наши кисти и фломастеры на своих местах. Творите вместе с детьми и хорошего всем настроения!